Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! С праздником вам записи, печати, что вас писали, печатали куда нужно, ничего за это не было. Не знаю, на какой стадии праздника вы находитесь сейчас, но у нас последняя встреча. В этом году глава Гаазину, потому что Зот Абраха мы уже будем читать на праздник Симхастора, а дальше уже новый цикл. Глава Гаазину, песня, которую в конце поет Мушей, говорится, что эту песню нужно, мы должны записывать. И говорится о том, что раз написана эту песню, а так как она часть Тора, а Тора это все песня, то у нас есть обязанность записывать Тору. Но пару недель назад на конце утренней молитвы один из моих прихожан меня спросил. Он говорит, вот интересно, если бы Шлома Амеллах, царь Соломон, писал сегодня, он бы действительно написал то же самое, что написал тогда? Мы конкретно обсуждали книгу Коэллет, книгу «Экклезиаст». Естественно, мой ответ был, да, он написал бы то же самое, но я подумал, наверное, он написал бы то же самое, те же самые истины, потому что в этой книге это набор медитаций о, все наверняка знаете, о суета-сует, хотя это не совсем правильный перевод, о бренности бытия и так далее. Может быть, он написал ее по-другому, другим языком, с другой подачей. И это меня натолкнуло на то, что на самом деле хочет от нас Мушарабейну. Ведь как мы часто знаем о том, что, ну хорошо, сколько можно читать эту Тору, да, мы вот сейчас ее заканчиваем, в следующий год начнем читать заново. И это же тоже самое... Нет, дамы и господа, Тора – это одна из тех вещей, которая должна постоянно обновляться. Обновляться. Кем обновляться? Обновляться нами. Потому что глубина Торы, она безгранична. Вопрос, куда мы с вами залезем. И если мы залезли куда-то в этом году, то этого недостаточно. Нужно куда-то измениться и в какую-то другую, глубже или в другую сторону. Залезть в следующем году, чтобы обновляться, чтобы Тора была новой. У каждого из нас есть своя подача, как кто-то пишет музыку, для кого-то Тора это через музыку, как кто-то пишет стихи, кто-то слушает Тору, кто-то читает Тору, кто-то читает какой-то определенный аспект. Но у каждого есть свой подход. И это не то, что каждый что-то нужно обновлять, что-то писать новое, изменять Тору. Нет. С ней все в порядке, как и с царем Соломоном. Но только Мушарабейну говорит, себе записывайте. И я обращаюсь к вам, к каждому из вас. Это точно так же, как он обращался к царю Соломону. И он записал. Он сегодня обращается не к царю Соломону. Он сегодня обращается к вам, чтобы вы написали свою Тору. И я гарантирую, у каждого из нас есть своя аудитория. И то, что мы можем донести, это что-то новое. Именно поэтому комментарий на Тору называется «Хидушейха Тора». Обновление Торы. Мы обновляемся вместе с ней. А там достаточно чему обновляться. И я повторюсь, но у каждого из вас есть своя аудитория, которым только вы можете донести свою Тору. И эта аудитория вас ждет только именно в вашей подаче. И даже если эта аудитория, то только вы сами. Она вас ждет. Вашей Торы. Успехов. До встречи. Пока. Хорошего года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...